В городе Пытьях появится новый храм, посвященный покровителям семью Благоверным Петро и Февронии. В день Великого Освящения Церковь получила в дар мощи муромских святых. Подробности у наших коллег из Югры. Новый храм в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Пытьяхе освящен великим чином. Его совершил 20 апреля 2024 года глава Хантамансийской митрополии Владыка Павел. К началу богослужения по благословению митрополитов Атамансийского и Сургутского в храм на вечное хранение наставили великий дар – ковчег с мощами святых Петра и Февронии. Придает силу и крепость этому приходу, что прибыли небесные покровители этого храма, скажем, великие благоверные князья Петра и Феврония, которые будут почивать здесь постоянно. И постоянно к ним можно будет приходить всегда и молиться, просить у них необходимое для семьи. Это благодать большая, посетившая наш город, наших людей. Это возрождение веры, это благодарность тем, кто служил раньше, то есть и Петра и Феврония, и все святые. И радость большая, возрождение, я думаю, и в душе, и вообще, и в теле, и во всем. Так необходимый городу Дом Божий интересен не только изысканной росписью и нестандартными решениями деталей, но и своей локацией. Храм находится при въезде в город, но очень доступен для прихожан. До него даже можно дойти, прогулявшись по расположенному рядом городскому парку. По сути, храм в честь Петра и Февронии построили за три года. В его стенах множество именных кирпичей, сертификаты на которые верующие жители Петяха получили, внеся свою лепту, в поистине великое дело. Главный попечитель строительства Дома Божия, компания «Экатон», при деятельном участии предприятия СИП «Промстрой». Перед включением в финансовый план, состоятелем храма и генеральным директором «Экатона» согласовывались все строительные операции. От иконостаса, росписи и каменного пола до утепленного фасада и декоративной штукатурки. Руководитель одной из наших крупных компаний города Петяха, компании «Экатон» Иерусал Петрович Мельник, с душой и сердцем отнесся к нашему храму и очень финансово поддержал. И работы начали происходить в такие очень, прям, ну, сжатые сроки. Мы расписали этот храм за два месяца. В храме Петра и Февронии все гармонично, уютно, грамотно и очень красиво. Здесь могут поместиться до 180 прихожан. Устроена механическая вентиляция, прекрасная акустика, а колокола на звоннице управляются электронным звонарем. В день рождения храма святых покровителей семьи Петра и Февронии разделить радость духовную пришли множество жителей Петяха, среди которых те, кто вложил часть своей души и, конечно, собственные средства в строительство Дома Божия. Прежде всего, хочу сказать Господу Богу за то, что Он мне дал такую возможность сделать то, что у нас сегодня получилось. Строительство этого храма, оно показывает то наше единство. Один стены возвел, другой крышу возвел, третий сделал благоустройство, четвертый росписи нанес. Вот плод завершения строительства этого храма. Мы видим, вот какой, на самом деле, это вот как образец, как нужно строить храм и сдавать их в эксплуатацию. Такой благодатный день, даже вот погода сегодня ясна, это великий день, великий праздник. Вместо этого храма посвятили наш, прибытие владыки. Великий праздник, я считаю, для города в целом. Символично, что храм покровителей семьи построен и освящен в год семьи, объявленный в 2024 президентом в России. Молитвные помощи благоверных князей, проживших любви и верности всю жизнь, и не разлучившихся даже после кончины, будут обращаться все, кто желает и может сделать чище и крепче и свою семью, и все наше Отечество. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!